Виртуозы Москвы выступили на сцене Нижегородской филармонии, приехали вместе с австрийским дирижером, который одновременно является исполнителем скрипичных партий Питером Гутом. Камерный оркестр Владимира Спивакова представил 20 произведений Иоганна Штрауса и Лерой Андерсона. Подробнее Ольга Питакова. Как и руководитель виртуозов Владимир Спиваков, маэстро из Австрии совмещает сольную карьеру с деятельностью руководителя оркестра. Питер Гут дирижирует, предпочитает, играя роль первой скрипки. Концерт Нижнем Нограде открыл вальс Иоганна Штрауса. Я думаю, что это дает какую-нибудь специальную атмосферу, потому что музыканты тогда быстрее и лучше. И они чувствуют, если видят, как я играю, они тоже так играют. И так это не надо много объяснить. Во время репетиции не надо говорить и много объяснить, они сразу понимают. Уже в начале представления зрителей ждал неожиданный сюрприз. На сцену вышел австрийский виброфонист Мартин Брайншмидт в необычном эмпуа. В костюме уборщика он сыграл на наждачной бумаге. Мы любим пошутить. И это, видимо, у нас совпадает с этим солистом. Ну и сам Лерой Андерсон любил пошутить, знаете ли, написать для наждачной бумаги балет или для пишущей машинки соло. Номер сорвал бурю оваций. К слову, свободных мест в зале практически не было. Заинтересовала репертуар прежде всего, потому что это классика наша, наше все. В силу армонии моя самая большая любовь. Классический музыка. Стоюсь верно. Всегда. В таком составе виртуозы Москвы в Нижнем Новгороде выступают лишь один раз. Уже сегодня Питер Гуд и Мартин Брайншмидт возвращаются в Вену. Но, как отметил дирижер, через две недели он снова вернется в Россию. 8 марта в Санкт-Петербурге планируется праздничный галоконцерт с его участием. Ольга Пятакова, Максим Ефимов, Ангелина Демина. Вести при Волжье.